В МХТ имени Чехова представили спектакль «Дракон» с Олегом Табаковым и Игорем Верником в главных ролях. За знаменитую пьесу Евгения Шварца взялся один из самых неординарных российских режиссёров Константин Богомолов. Пьеса Евгения Шварца в особом представлении не нуждается. Многие наверняка смотрели экранизацию Марка Захарова, но если там действие разворачивается в условном средневековье, то «Дракон Богомолова» гостит у обитателей советских хрущёвок. Вы не впервые работаете с Богомоловым. Я была один раз на его лекциях, он говорит, что он каждый раз совершенно разный режиссёр. Так он и есть. Да, вот здесь у Катимова Богомолов. Мой первый спектакль с Богомоловым был «Процесс покавки», и это был один Богомолов. И когда через какое-то время Костя пригласил меня в спектакль здесь, в Амхате, по-моему, на Бокову события, это был уже совершенно другой Богомолов. А «Дракон»? Совершенно другой. Новый спектакль тоже меняется. Сначала это немного странная комедия о подвиге, затем мрачная драма о тоталитаризме. В третьем акте возникает тема голого короля, того же Шварца, а действие переносится в эпоху гламура. Но на протяжении всего спектакля держится атмосфера безысходности. Никогда не больше человек мне правду прямо в глаза. Я люблю правду. Даже если она немного неприятно. Постойте мне сказать прямо, вы великие человеки сюда. Голый король – это такая как бы противоположность вот этим временам дракона. Не тоталитарное, но жутковатое все равно существование, смотря на свою пушистость, комичность, идиотичность даже, да, и кажущуюся беззлобность. Хотя дракон кажется несколько неровным спектаклем, а иногда просто за гранью вкуса, как это любит Богомолов, он безусловно заслуживает внимания. Все очень тонко, умно и безупречно сыграно. Особенно хороши Игорь Верник, Кирилл Власов в роли ланцеота и Павел Табаков. Он играет сына бургомистра Табакова-старшего. Это не первая моя работа в театре, в частности, с Олегом Павловичем. Когда мы репетировали год, когда я не родился, я был совсем маленьким. Тогда Олег Павлович не сидал более явно, более рьяно, но сейчас более по-свойски. Как бы и Костя я знаю лучше, и Олег Павлович как-то убедился в том, что я, наверное, не очень бесталантный. По итогам я бы назвала этот спектакль лучшей работой Богомолова в МХТ. За актуальность, точность, юмор, звездных актеров и, кстати, краткость ставлю 5 баллов. Субтитры сделал DimaTorzok